здарова дорогой друг экономить деньги мы сегодня с тобой будем дорогой друг все знают у меня есть токарный станок но не все догадываются стоимости резцов к нему и вот сегодня мы с вами сделаем вот резец из вот этого старого советского напильника почему он советский спросите вы все просто здесь цена 60 копеек стоит ну и нашел его на металлоломе сам по себе он уже утратил свои магические свойства поэтому работа тем не получится а я очень хочу резец для точения чаш который стоит в районе пяти шести тысяч поэтому мы попробуем сделать из него что нужно убрать ручку нафиг отпилить более-менее где уклон уже становится практически незаметным я думаю что сильно тоже мы съедать не будем длину резца поэтому оставим наверное где-то вот в этом промежутке зажимаем таком положении освобождая побольше места под зачистку ставим лепестковый круг на болгарочку и желательно использовать регулятор оборотов у меня на болгарке его нет но у меня есть отдельный поэтому я немного убавлю оборот на болгарке чтобы не перегревать поверхность напильника естественно чтобы не отпустить металл он нам нужен своем закаленном виде и в таком порядке поступаем со всеми четырьмя сторонами естественно ну что друг мы зачистили да здесь остались небольшие раковинки ну да и все я не стала убрать потому что закруглит углы я не хочу это делать хочу оставить и такой прям рубище острыми углами вот такая штука у нас получается так как когда я отпиливал пилил видимо немного криво получилось что но видно да уже есть направление заточки ну вот так мы будем затачивать то есть работать ну вот так естественно за . будет вот так полукругом сейчас пойдем к наждаку и будем потихонечку точить с водой стараясь не перегреть а теперь стоит попробовать все таки хотя бы какой-то обрезок там сосны попробовать поострогать и посмотреть как он себе ведет посмотреть понять заточку и дальше уже от этого отталкиваться в целом сделать ручку как бы у меня очень много заготовок уже которые есть это вот яблоня но мы сделаем новую вытащим новую я взял вот такой вот 80 еловую доску и начал обдирать я его еще чуть-чуть сильнее закруглил чуть заострил угол но это все в процессе я думаю придет но сейчас уже режет лучше опять же пока без ручки и так очень удобно давайте посмотрим опять же идея что точить внутри но я думаю что можно будет так точить естественно против моих маленьких вообще не выдерживать конкуренцию в плане того что держать его даже можно не запариваясь а этот ломает прям очень тяжело им работать он хоть и острее гораздо треер а режет хорошо единственное что мне кажется что все-таки ребра надо убрать потому что неудобно его таскать именно я не помню как называется сам стиль я научился также на ю тубе смотря что подрезая приминаешь грубо говоря таким образом не просто вот так возить так он рвет а вот так именно подрезка идут все-таки придется на раскруглять посмотрим процессе но уже пусть и на елке но выглядит хорошо давайте посмотрим как точит самодельный этот наш рейер плоский не закругленный до сучок как видите местами естественно выхода волокон они задираются но тут даже дело не не в рисце он будет задираться и на хорошем рис ценам поэтому такое это шлифовать только вот сейчас попробуем внутреннюю часть поехали в целом конечно волокон задирает но опять же а так естественно кайфово точить не поддвигая близко потому что с мелким резцом надо было поддвигать а это уже можно вот так я сейчас пройдусь наждачкой то есть сделали такую просто плошечку какой-то может быть типа для кошки тарелочку для захват корма но это неважно просто тестировали тестировали работает сейчас будем делать ручку потому что из-за ручки все равно задирает так как хвостовик коротенький опоры нет сейчас пройдемся и вы не ну естественно это просто на планшайбе и болтах днище все она будет отверстия с отверстиями от саморезов ну пройдемся чтобы закончить а ручка буду делать из вот такого вот бруска березы хорошая камерной сушки береза я думаю что по длине шикарно как раз в две руки замечательно крепим ну что будем делать ручку самим же резцом режет замечательно гораздо безопаснее себя чувствуешь чем с маленьким резцом я понимаю что это фигурные резцы по большей степени но это единственное что я успел купить шикарно как по маслу просто просто как по маслу все таки офигенная вещь получается это вот я все им сделал прикольно что еще можно изловчиться и точить хорошо с подрезкой и при давливании волокна некоторых местах получается но некоторых где волокно поперек растет там тяжелее конечно тем не менее сейчас будет готова симпатичная ручка и вот так и красоте не вышло вот так и красоте не вышло я считаю шикарная ручка получилось ну осталось нам получается подровнять края засверлиться сейчас и будет у нас вуаля вот такой вот резец классно-классно-классно надо подобрать кольцо для обжимки место где будет вставляться непосредственно хвостовик нашего резца я выбрал вот такой вот по-моему это был переход я вот не разбираюсь три четверти три четверти труба короче сантехники не шарю я отпилил небольшое количество четыре витка сейчас резьбу чищу на наждаке и получится такая вот однородное колечко соответственно потом забью на нашу рукоятку а затем уже будем рассверливаться и забивать непосредственно хвостовик мы подготовили наше кольцо чуть-чуть сточили еще место посадки и сейчас просто на хлопучем так сказать есть готово сейчас идем сверлить сверлить буду на своем новом станучке от компании next tools хороший добротный инструмент для домашней мастерской вообще просто за глаза так как у меня заготовка длинная я могу столик отвернуть в сторону и сверлить непосредственно от самого опорного стола чем мы сейчас и займемся по длине сверло я выставил именно ту глубину которая нам нужна я просверлил отверстие все подготовил осталось слегка зачистить кольцо я с помощью станка и наждачки это сделаю вот так это замечательно выглядит теперь я решил клеить просто на клей момент столярный застывает прям в такую жилу которую просто не оторвешь поэтому я думаю ничего с ним не случится ну и заливаем ну и заливаем у нас получилась вот такая вот красота сейчас покроем еще маслицем а завтра когда клей подсохнет уже подточим непосредственно с ручкой но я считаю что это прям очень красиво вышла эта штука ну и покроем маслом с воском ну и вот после покрытия масло симпатично классно замечательно оставляем подсыхать а завтра уже поточим непосредственно им и вот уже следующий вечер клей подсох все замечательно масло впиталось бомба сейчас возьмем вот такой вот березовый брусок это брусок из под поддона это береза не сосна чтобы никто не говорил вот с характерами для березы прожилки и пробежимся прогоним посмотрим я привык на малых резцах точить максимально близко пододвигая подручник теперь подручник надо отставлять так как рычаг гораздо больше так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять же, это как бы изготовка просто показать, как строгает данный агрегат Но агрегат работает бомбезно, мне очень понравилось Теперь буду собирать советские напильники и делать из них резцы Вот выровнял Да, этот сучок, как бы скол, но блестит и гладкая Вот такая вот тема Поэтому, если кому не жалко, в дар приму советский старый убитый напильник Напишите комментарий Отблагодарю всех по возможности Если кому не жалко, присылайте, оплачу доставку Напишите в комментарии, на самом деле, действительно Сделаем еще один резец И можно будет нанести гравировку К примеру, там название вашего канала Или ваше имя, фамилия Будет приятно Будут, так сказать, именные резцы Ну, я хотел сказать спасибо всем, кто посмотрел Тема прикольная Я впервые, на самом деле, из всей моей небольшой карьеры с самоделками Сделал вполне приятную вещь даже для себя, для самого Она мне нравится Сделаем еще У меня есть еще один напильник, тоже уже мертвый Он нифига не точит Но тут, к сожалению, это уже китайский прессованный рис Но будем надеяться, что выдержит Сделаем из него косой мейсель точить Вот такая-то ерунда В следующем видео, возможно, сделаем Также, возможно, попробую поискать Может быть, где-то на барахолках Либо у соседей поспрашивать Я думаю, что у их валяется очень много Также на металлоломе на базе Спасибо большое за просмотр Я хотел сказать, что у кого из токарничек Я думаю, что я Америку не открыл Естественно, многие делают из этого Но для меня это был первый опыт, интересный Ну и плюс сэкономил минимум 3-4-5 тысяч рублей За вот такой вот резец Использовать его как бы в черновой обработке можно Потому что край довольно жестко держит Так и в чистовой вы видели Я показал продольный рез Или как, я даже не знаю, как это называется Но когда ты приглаживаешь спуском волокна Спасибо большое за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайк Ну или дизлайк Это уже на ваше усмотрение И обязательно напишите комментарий Посоветуйте, что я правильно сделал, неправильно Ну и если кому не жалко Пишите с радостью Приму от вас ваши старые напильники Будет интересно Пока-пока Пока-пока